Продолжаем изучать притяжательные суффиксы. В этом видео мы повторим то, что было в первой части, рассмотрим новые примеры, добавим новые детали и обсудим нюансы, необходимые для правильного понимания и перевода слов с этими суффиксами. И вот вы видите примеры предложений, в которых используются наши суффиксы. В данном случае нам даже не обязательно говорить местоимение мою, минун. Суффикса ни достаточно для выражения принадлежности. Я ищу свою шляпу. Суффикс присоединяется после окончания партитива. Аналогично в этом примере суффикса си достаточно. Местоимение синун можно не говорить. Можешь одолжить твою ручку? Или можешь одолжить свою ручку? Суффикс присоединяется после окончания аккузатива и съедает его. Мы не видим этого окончания. Я принес его сумку. Местоимение хэнн опять же можно опустить, а суффикс нса накладывается на окончание падежа аккузатива. Я звоню нашему боссу. А вот здесь суффикс ничего не съедает, а присоединяется после окончания падежа, как и в первой фразе. Мы берем вашу новую книгу. То, что книга одна, мы видим по определению новая. Обычно, как мы уже знаем, суффикс закрывает окончание аккузатива. Я жду их прихода. Суффикс присоединяется после окончания партитива. А теперь повторим правила употребления этих суффиксов. Первое. Суффиксы присоединяются к сильной основе слова, если перед суффиксом нет окончаний других падежей. Это значит, что будет сильная степень. Второе. Суффиксы присоединяются к самому концу слова. Если слово стоит в каком-то падеже, то сначала будут другие окончания. Талосамме в нашем доме. Пухелимелласи. Исключение – множественное число. Окончание – т. И оккузатив. Окончания – н и т. Их, как мы уже выяснили, наши притяжательные суффиксы закрывают, съедают, так сказать. Третье правило. Суффиксы присоединяются только к главному слову и не присоединяются к определению главного слова. Мэйдан, уудэсса, хиеносса, талоссамме. А теперь примеры от Йоханны. Первый раз просто слушайте, старайтесь понять на слух и перевести. Второй раз слушайте и читайте текст и перевод на экране. Поехали! Поикани huone on sotkuinen. Koska voimme tulla käymään sinun uudessa kodissasi? Hänen työpaikkansa on kaukana. Me ostimme timanttipannan kissallemme. Onko autossanne kattoikkunaa? Heidän yrityksensä asiat menevät hyvin? Poikani huone on sotkuinen. Poikani huone on sotkuinen. Koska voimme tulla käymään sinun uudessa kodissasi? Koska voimme tulla käymään sinun uudessa kodissasi? Hänen työpaikkansa on kaukana. Hänen työpaikkansa on kaukana. Me ostimme timanttipannan kissallemme. Onko autossanne kattoikkunaa? Heidän yrityksensä asiat menevät hyvin? Heidän yrityksensä asiat menevät hyvin? На что здесь надо обратить внимание? Прежде всего, на порядок слов. В финском языке главное слово ставится в конец, а определения к нему идут в начале. Если в случае с прилагательными такой порядок слов совпадает с присущим русскому языку порядку слов, то в случае выражения принадлежности, то есть генитивных форм, всё будет наоборот. Смотрите. Poikani huone – комната моего ребёнка. Heidän yrityksensä asiat – дела их фирмы. Пожалуй, надо будет посвятить порядку слов отдельное видео. И ещё один нюанс, касающийся форм третьего лица. Например, у нас есть ситуация, когда Пекка со своей женой идут в ресторан, и Пекка забывает ключи дома. В данном случае мы выясняем вопрос, чьи ключи он забыл дома. Итак, Пекка и его сына идут в ресторан. Вау можете остановить видео и минутку подумать, а через пет секунд ядам перевод и объяснение. Итак, правильные ответы. В первом случае речь идёт о его собственных ключах. Пекка забыл свои ключи дома. Здесь притяжательный суффикс относится к самому субъекту предложения, то есть к Пекке. И тогда переводится словом «свой». Во втором предложении речь идёт о ключах его жены. Пекка забыл её ключи дома. На это указывает использование местоимения «хэнэн». Сравните ещё два примера. Здесь аналогичные случаи. Когда в предложении есть только суффикс, он относится к субъекту. В данном случае – к Майе. Она отвезла Матти в свой дом или к себе домой. Притяжательное местоимение говорит о том, что речь идёт про другого человека. «Майя отвезла Матти к нему домой» или «в его дом». В общем, с этими суффиксами надо быть внимательным. И ещё одно задание напоследок. Переведите вот эти фразы на русский язык. Остановите видео, перепишите их. Через пять секунд я дам перевод и объяснение. Ну что, получилось? В этих фразах притяжательные суффиксы присоединяются к послелогам. Да, и такое возможно. В таком случае суффикс коротко и ясно указывает, к кому относится послелог. «Мукан» – с собой, с кем-то. «Мукани» – со мной. «Канса» – с. «Кансамме» – с нами. «Луона» – у, когда мы говорим про какое-то место. «Луонани» – у меня. То есть у меня дома, например. «Ялкен» – после. «Ялкеси» – после тебя. Ну что же, закончим на сегодня. Как я уже упоминала, эти суффиксы – тема сложная. К ним надо привыкнуть. В русском языке, в других европейских языках, ну, кроме венгерского, таких суффиксов нету. Нам надо привыкнуть их использовать. Поэтому дайте себе время. Но, конечно, не забывайте тренироваться. Легкого вам обучения! Нахдандас! Хей-хей! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok